Привет всем! С вами ваша Силва Butterfly, Серебряная Папочка. Сегодня я начну такую палетку Nude, значит голая, обнаженная, от Physicians Formula. Такой вот аппликатор. Мне так нравится трогать этот чулочек, просто какой-то завораживающий кайф. И что же, я честно говоря даже не знаю с чего начать. Здесь столько цветов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну наверное начну со светлого. Первый раз в жизни по-другому начну. Чтобы немножко взять этот цвет, допустим, около брови. Задом, наперед, в общем, все делаю. Так. Вообще, знаете, на камеру очень трудно краситься, оказывается. Первое впечатление. Ну так, миленько. Это такой шампанское, немножко с желта. То есть, как бы шампанское и в то же время, такой жемчуг. Не знаю, видно вам какой-то вот немножко отблеск. Далее. Я буду от верхнего к нижнему. Обычно я делаю наоборот. Но чтобы не запачкать кисточку, какой я что-то начала заниматься извращением. Ну, извращаться так извращаться. Теперь я намажу вот этот цвет. Я не знаю, как он называется. Но как это называется? Здесь ничего не сказано. Я его проведу вот здесь по центру. Ну как, не по центру, а типа на основную часть. Я еще буду, кстати, экспериментировать. Кисточка, если честно, не очень удобная. Ну, раз они ее предложили, я должна ею как-то научиться пользоваться. Могла бы пользоваться своими этими кисточками. Не знаю, куда я их положила. Далее. Этот цвет очень мне понравился. Такой, ну даже я не знаю, как называть. Золотисто-бежевый. Очень интересный. Все это очень светлое, если что. Physicians Formula на упаковку не поскупилась. А вот, допустим, мои тени L'Oréal, они намного удобнее красить. Это, конечно, красота. Ну, представляете, оно качество, конечно, немного уступает. Теперь идет такой вот темно-бежевый, немножко с таким перламутровым эффектом. Я бы его назвала Mashroom, ну как гриб. То ли я не умею краситься такими аппликаторами, то ли что. То ли это аппликатор левый. Ну, как-то он не очень мне нравится, как он накладывает тени. Ну, мне вообще не видно. Может быть, вам видно? Попробую еще. Что скажу? Он зачерпывает слишком много. И это мне не нравится. Так, хочется похвалить, но не могу пока. Далее. Это какой-то хаки или... Такой цвет интересный. Вот сейчас. Я буду его снизу. Так. Мне, если честно, не очень-то и видно, что прям такое что-то великое. Вот один глаз накрашен, а один нет. Что накрашен, что не накрашен. Но тем не менее, продолжаем. Я давно хотела попробовать это все дело. И никак не... Как бы не разрешала сама себе краситься. Типа экономия. Не понятно, зачем. А вот сейчас видно. Кстати, сейчас мне нравится. Такой хаки, типа... Такой хаки, типа... Мы идем далее. Еще темнее. Остается вот этот маршрум. Еще один гриб. То есть, вот этот гриб такой. Этот посветлее. Здесь идет коричневый. И здесь идет черный. Я черный, наверное, нанесу прям на внутреннюю часть. Ну, как это? Глаз. Сейчас посмотрим. Честно говоря, мне не нравится, как он ложится на аппликатор. Очень не дозировано. Так трудно на камеру, однако. Так, далее. Вы знаете, если сравнивать с другими моими тенями, это, можно сказать, шахтерская работа. Что я сейчас делаю? Потому что очень трудно изобразить что-то. Вот этот пакетч, да? Упаковка, но на 100% good. Но остальное, как бы, вопрос. Значит, что я смотрю по телеку? Мы начали смотреть сериал, называется Bob's Burger. То есть, бургерная от Боба. Это новый, по-моему, 2020 или 2021 мультик для взрослых. И там такие приколы, не детские, скажу я вам. И сначала мне не нравилось, а что-то я теперь втянулась иногда. Он такой, ну, короче, мы начинаем смотреть, и я засыпаю. Может быть, из-за этого мне он нравится. А потом у меня муж там смеется над каким-то юмором, и я просыпаюсь. И вот так вот, туда-сюда. Вот и единственный цвет, который я не попробовала, это вот этот вот коричневый. Ну что ж. Сейчас попробую. Надо было вот эти всякие свотчи делать, да, как нормальный человек. Вот такой вот цвет был этот, коричневый. Но на камеру, знаете ли, это еще такое удовольствие. Ну, конечно, это удовольствие, честно говоря. А что я жалуюсь? Я с вами тут сижу, болтаю, калякаю. Про кино. Еще два кино я намечаю посмотреть. Вернее, я одно уже посмотрела, и я в восторге. А второе, никак не выберу время посмотреть, потому что пока свое все создашь, потом видео, потом закачаешь это все на интернет, пока сделаешь на английском. Ну, короче, не хватает именно вот этого полтора часа для собственного кайфа, чтобы просто тупо взять и посмотреть один фильм в день. Но я хочу. Так вот, называется первый отель, а второй аэропорт. Я читала книгу, главное, сначала. В детстве я читала книгу, и теперь хотел посмотреть кино. Причем с моего детства. Но, естественно, я его не видел, это американское кино, которое у нас не показывали. Именно вот эти два не показывали. И я хочу как бы окунуться в ту атмосферу, но пока еще не окунулась, но потом все расскажу. Я чувствую, что будет кайф. Вернее, вру. Я посмотрела отель. Мне он не то, что понравился. Я хочу все сериалы, а там всего лишь одна серия. Кто-то закачал на интернет, и я вам вот прям круто советую посмотреть. Теперь мы будем делать вот это, как называется, силф бустер. То есть сначала белым базу, а потом черным сама тушь. Еще хотела сказать насчет микрофона. Я прекрасно понимаю, что многие страдают, что типа тихо у меня. Но, во-первых, уже я объясняла, переобъясняла. Я несколько раз покупала и несколько раз неудачно. Мне уже это надоело, я как бы пока притормозила это дело. Потом нашла в интернете микрофон за 163 баксов. Думаю, ладно, куплю, разорюсь. Но именно сейчас я это не могу. Хотя надо. То, что другим как-то донатят, там, то там, собирают всем миром, то на камеру, то на микрофон. У меня, а я как бы, типа, скромница и боюсь просить. То есть у меня даже нет еще канала вот этот, как донат делать. Я даже не знаю, как. Кто-нибудь, кто знает, посоветуйте, если это действительно важно. Тогда мне, может быть, кто-то подаст, я куплю на эти деньги микрофон и все будут счастливы. Потому что то, что я здесь зарабатываю, это мне не хватает даже купить один парфюм. И то, для этого нужны работы несколько месяцев. Так что, я думаю, с микрофоном получится так. Если я увижу вот этот вот, который в петличке, я его ищу везде в интернете, я не могу найти. Представляете, или я такая тупая, или что? Что я не могу найти по хорошей цене микрофон в петличке. А дважды мы покупали с дочкой мне микрофон. Как бы не в петличке, а просто ставить рядышком. Я же даже вам показывала. И это было китайское говно какое-то, которое не работало. То есть я потратила деньги, а оно все равно не работало. Вот. Поэтому я как бы придвигаюсь близко-близко к камере и пытаюсь орать, чтобы вам было слышно. Вот. И теперь, смотрите, на вот эти белые ресницы. Если вам видно, я попытаюсь нанести тушь. Все, я делаю макияж обычно без камеры за 3-4 минуты. Но сегодня решила попробовать новые тени и показать вам, как я использую эту тушь. И все так долго с этим разговорами. И солнце скрылось, блин, за тучку. Солнце спряталось за тучку. Сами знаете, кто собрался в кучку. Вот еще не конец. Еще же помада. Такой вот расслабон. А что, ничего так выходит, кстати. Написано нюд. Так она и нюд, как бы. Но с другой стороны она подчеркивает. Даже не вот эта, которую я потом еще планирую покраситься в следующий раз. Красный чулочек с черным. Вот она, ланком. Один слой, да. И я думаю, значит, какую мне помаду нанести. Нанесу вот эту вот более коричневую или вот эту коричневую. Честно говоря, мне хочется что-то более красное. Но нанесу коричневую, ладно. Потому что это редкий цвет вот такой. Сразу так, бах. Очень плотная помада. Это буржуа. Угу. Как из модного журнала моего детства. Такой именно цвет был в мега-моде тогда. И вот он пришел столько лет спустя. Макияжик готов. Еще у нас на обзор вот это и вот это. Но я, скорее всего, сделаю видео следом. А на этом я заканчиваю свой репортаж. Макияжный болталка. Ждите меня буквально через несколько секунд. Пока-пока.